В Райчихинске активисты местного отделения Союза пенсионеров России посвящают свое свободное время добрым делам. Они вяжут, шьют, мастерят поделки и продают их на городских мероприятиях. Все вырученные средства бабушки отдают детям и тем, кто нуждается в их помощи. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Как вы себя чувствуете, Дима? А что врачи говорят? Галина Мартынова каждый день звонит в Москву, узнает, как здоровье зятя Дмитрия Киреня. Год назад у молодого человека отказала почка. Потребовалась срочная операция и деньги. На чужую беду откликнулись сотни жителей Райчихинска. Местные бабушки организовали сбор средств для Дмитрия и стали самыми активными участниками благотворительной акции. Операция, другое, что где деньги брать? Я тогда по всем инстанциям. Я благодаря нашему городу, спасибо пенсионерам всем, обществу, что помогли, конечно, средствами. Сразу на счет начали приходить. Домой люди помогали. Работы бабушек пользуются большим интересом, у горожан раскупаются быстро. Поэтому мастерицы без дела не сидят. Каждую неделю они собираются за общим столом, пьют чай, делятся новостями и рукодельничают. Вяжут, вышивают и плетут из бисера. Материалы для своих работ пенсионерки покупают за свой счет. А все вырученные от продажи изделий и средства отдают на благотворительность. Мы как-то стараемся не думать, что низкая пенсия, что большие тарифы, которые нас тоже мучают, и мы переживаем. Мы, самое главное, переживаем за будущее наших детей и внуков. На счету пенсионера Крайчихинска десятки добрых дел. Дело не всегда в центре событий. Помогают малообеспеченным семьям, собирая детей в школу, ездят с подарками в интернаты и детские дома. Для местного отделения городской больницы, где лежат сироты, они собрали средства и купили микроволновую печь, игрушки, памперсы, обогреватели в каждую палату. Конечно, мы благодарны за эту помощь, безусловно. Приобрели нам и невулайзеры, которых не было, то есть очень необходимые в лечении и больных детишек, которые поступают с заболеваниями сейчас в дыхательных путях, в основном заболевания и ингаляции. Постоянно нуждаются дети в ингаляциях. Благотворительностью пенсионерки Крайчихинска занимается уже шесть лет. В организации их более четырехсот, и они всегда желанные гости в различных учреждениях города. Каждый год творить добро хотят все больше пожилых волонтеров. Екатерина Членкова, Юрий Рыжов. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».